МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне хотелось бы открыть вашим определением фона, который создают внутренние скандалы, перманентная борьба с внутренней и внешней угрозой. К какому в этом отношении выводу вы пришли, проводя многочисленные исследования? Хотел бы начать с того, когда мы заметили это обострение. И оно началось не с начала военных действий в Украине, а с 2020 года. С появлением пандемии. Именно тогда общество, в том числе в Республике Молдова, начало находиться в стрессовом состоянии. Долгое нахождение в стрессовом состоянии, оно очень опасно для общества, потому что оно имеет тенденцию радикализироваться. Политики очень чутки к этому. И они начинают использовать, применяют различные технологии. Технологии, мы говорили об этом с вами, о разделении общества. И это происходит на фоне агрессии. Если вы заметили, политики все чаще и чаще на телевизионных студиях достаточно агрессивно себя ведут, оскорбляют кого-то, тем самым якобы пытаются находиться в новостных трендах, потому что чем громче крикнешь, тем больше новостей про тебя. Но с другой стороны, они разделяют и общество, поляризируют. Это приводит к тому, что у нас создалось несколько общественных групп, которые начали ненавидеть друг друга. И никогда невозможно их, скажем так, посадить за стол переговоров или переубедить. То есть здесь множество психологических технологий было использовано, которые, скажем так, усложнили ситуацию в Республике Молдова. Политики, вместо того, чтобы сопротивляться этому, они начинают подливать масло в огонь. То есть все чаще и чаще. То есть скандалы, интриги, расследования, это целенаправленные действия. Ну, можно сказать, что это было когда-то фиктивно создано, и потом просто контролируется. То есть любой хаос, он контролируемый. То есть в политических технологиях, и политике, и геополитике может показаться, что что-то происходит внезапно и громко, но все равно имеет рамки контроля. И сейчас все, что это происходит, это именно контролируется. Здесь, да, вот в теме, которую я недавно поднимал, я придал пример тем, которые все чаще поднимают вопрос. Какие рейтинги у политических партий, объединения оппозиции во втором туре против главного кандидата Майя Санду, и так далее, и так далее. Но все эти психологические действия приводят к тому, что вот эти вот, вроде бы, простые примеры, они становятся невозможными. И здесь попытаюсь объяснить более подробно. За рейтинг Майя Санду в 2019 году, в 2020 был где-то 19,5. И она выиграла, да, достаточно реклорда. То есть этого было достаточно, потому что половина не участвовала. Мы всегда забываем про те 50%, которые не участвуют, но не довольны. Ей было это достаточно, плюс еще диаспора, для того, чтобы победить. В 2021 году рейтинг Майя Санду вырос. Да, скажем так, и это позволило прийти к власти партии ПАС. Буквально на второй день люди начали разочаровываться. И рейтинг госпожи Майя Санду и ПАС начал падать. То есть справа достиг 25%, 20% в конце прошлого года, 23-го, а сейчас он снизился буквально даже ниже, чем рейтинг 2020 года. Где-то приблизительно 18-17%. Референдумы голосования по почте, это жест отчаяния, правильно? Да, но здесь мы еще остановимся на этом. И мы в своих исследованиях заметили, что дальше рейтинг не падает в Майя Санду. И почему это происходит? Почему все-таки есть 17%, неважно, это Майя Санду, либо еще другой политик, которого все равно поддерживают. Это происходит из-за того, что электорат, который поддерживал свое время Майя Санду, да, он разочаровывается, но он готов признать свою ошибку перед своим лицом, перед самим собой. Но в этот момент приходит сосед и говорит, а вот ты голосовал за Майя Санду, и вот она такая плохая-плохая, и начинает критиковать. В этот момент у человека происходит когнитивный диссонанс. Это первое чувство, и второе чувство, которое появляется, защита собственного Я. То есть признать перед лицом соседа, что он ошибся, это означает как-то ущемить свое чувство достоинства. И он это никогда не сделал. И он начинает искать оправдание. Что это происходит из-за того, что война? Что это происходит из-за того, что Плохотнюка не арестовали? Что это происходит из-за того, что в Германии ветер примерно. И он всегда будет психологически пытаться искать оправдание. И наши оппозиции, к сожалению, они тоже прибегают к такой агрессивной методу, начинают оскорблять власть, либо еще как-то называть. И это наоборот сплачивает этот электорат ПАС. И он всегда будет оставаться 17%. ПАС это очень хорошо понимает. И поэтому он пытается разделить электорат оппозиции. Сделать так, чтобы, например, электорат господина Усатова никогда не проголосовала за господина Додона. Господина Додона никогда не проголосовала за господина Шора. И так далее. То есть это не сама оппозиция формирует своими руками, а исключительно дергает за ниточки ПАС? Провоцирование, да. Потому что именно многие, скажем так, политики ПАС, если мы вспомним, именно они начали, скажем так, использовать такую агрессивную метод и использование эмоций. Если политик, опять же, это теория мы говорим, если политик изначально в своем докладе или еще начинает использовать эмоциональный тезис, ну, говорить о чем-то таком трагичном, для того, чтобы сделать акцент на смерти или еще на чем-то, да, он использует эмоциональное воздействие на общество и ведет это к тому, к радикализации. Когда эти тезисы повторяются из раза в раз, они уже всю трагичность теряют свою. Да, и обществу, к сожалению, да, вот мне многие говорят, что, ну, вот это можно сопротивляться, этому, единственное сопротивляться это образование. Психологически нельзя противостоять этому. Я вам дам пример. Чтобы было более понятно телезрителям, когда мы пугаемся, да, у нас часть мозга, которая отвечает за логическое мышление, оно блокируется и начинает работать та часть, которая, ну, реакция, главное, отпрыгнуть или защитить себя и так далее. Чувство самосохранения. Мы находимся, я повторюсь, пять лет в стрессовом состоянии, то есть пять лет мозг общества работает буквально на самосохранение, то есть оно не подвергается логическому мышлению и так далее, то есть анализирует все эти факты. В таких условиях очень легко использовать страх. То есть ты пугаешь человека и обещаешь ему спасение. и человек не будет думать, а, это спасение, либо это не спасение, он будет, скажем так, голосовать за это. И, если я не ошибаюсь, да, есть вот такое высказывание, что чем больше человек, чем больше времени человек боится, тем быстрее он пойдет за тем, кто ему пообещает именно вот это вот спасение. И это работает. Эти все методы, они используются в политике, в геополитике и так далее, и так далее. Противострять этому можно лишь, скажем так, при помощи образования, когда ты начинаешь изучать это, и причем это достаточно трудно, потому что с одной стороны может показаться некоторые вещи очень простыми, и решение вроде бы такое простое, но достаточно сложное как прийти, потому что мы должны другое еще понимать. строили вот в эти пиар-технологии выступление главы службы информации и безопасности. Ну, опять же, мы здесь можем предполагать, потому что, да, если учитывать, что служба информационной безопасности профессионально действует, мы можем предположить, что это какой-то вброс информационный для того, чтобы проверить, как реагируют все остальные, скажем, политические игроки. Еще раз говорю, из раза в раз тезисы, термины, все повторяется, это уже перестает действовать? Это перестает действовать на общество. А тогда на кого это направлено, все эти выступления? Это может воздействовать именно на тех, которые находятся во всех этих процессах. Да, вот они говорят о том, что кто-то может, скажем так, работать с Россией и, возможно, есть проевропейские партии. Да, ну, опять же, мы предполагаем. И вот таким заявлением они начинают именно следить за партиями, не за обществом. То есть, ну, естественно, простые люди, они, да, в этих не участвуют. Но, на мой взгляд, такие заявления, когда делают, они не берут во внимание риски, огромные риски для общества. Во-первых, когда делаются такие заявления, впервые, что делает общество, где-то происходило, начинают собирать, как это называется, этот пакет, да, то есть, документов, денег, подготовить в случае чего уехать из страны, другие уезжают из страны и так далее. То есть, происходит паника, а паника для общества самое страшное, то есть, страшнее всего остального. После того, когда таких заявлений несколько, общество начинает привыкать. То есть, общество, во-первых, привыкает, и оно не следит за угрозой, то есть, да, как бы усыпляет. Если произойдет реальная угроза, общество может не отреагировать, это может быть трагично. И таких примеров очень много. И это объясняется тем, на мой взгляд, что в правительстве нет государственников, государственных управленцев. Потому что у нас, на самом деле, сейчас не политики... Ну, вам же было сказано, что государственники, выступающие за нейтралитет, суверенитет, это все рука Москвы. Я, если честно, к таким заявлениям не прислушиваюсь. Я объясню, почему. Потому что, да, для простых граждан это как-то, ну, понятно, да, мы против нейтралитета, либо за нейтралитет. А у меня возникает вопрос, о каком из десяти видов нейтралитета вы говорите? То есть, нейтралитет нас не может обезопасить. Какой нейтралитет? Нейтралитет заявления, просто, что мы нейтральны? Конституционный нейтралитет? Либо это может быть международный документ? Потому что любое, что тебя может обезопасить, это международный документ. Конституционный нейтралитет? Конституционный нейтралитет, опять же, он не предоставляет полной безопасности. Полную безопасность себе может предоставлять международный документ о нейтралитете, в котором прописаны четкие шаги о гарантиях безопасности. Но, как утверждают представители власти, сегодня все события показали, что даже международные договоренности не играют никакой роли с изменением архитектурной безопасности. И поэтому мы вынуждены искать помощи уже не в своем нейтралитете, а на стороне. Это происходит из-за замены понятий. Почему? Потому что имеются в виду конкретные документы. Сейчас, например, мы тоже подписали документ с Францией. Украина подписала документ с Великобритании. Такие международные документы всегда подписываются. И самый главный вопрос, какие гарантии предоставляются и какие шаги должны предпринять во время нарушения этих гарантий. Потому что, когда мы говорим о документе, который был подписан, когда Украина передала ядерное оружие России, то там не прописано ни одного шага, что в случае нападения России есть, например, вот такие-то действия. Австрия несколько десятков лет назад, они предусмотрели это все, они просчитывали, скажем так, моделировали. И они в своем документе о нейтралитете прописали это, что если страна Х нападает на нас, страна У обязана, возможно, не будем консультировать, не дадим вам оружие, не продадим, дадим, обязана вести войска и защитить это прямое нападение. То есть международный документ, который подписан как минимум пяти странами, который гарантирует, поэтому он называется гарантированный нейтралитет. Этот документ, он похож, может быть, даже на какой-то военный документ. Но это и может предоставить безопасность Республики Молдова, потому что есть сейчас возможность. Ну, сегодня, знаете, перефразируя Воланда, причудливо тасуется колода, опасно тасуется колода, да, соглашение в сфере обороны между Молдовой и Францией, которое предусматривает, в частности, открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе. Но это лишь первый шаг, прокомментировал президент Макрон, будучи на встрече с президентом Санду. Носатый, министр обороны Молдовы, сказал, что эта миссия ограничится одним офицером леди. Все это происходит на фоне заявлений Макрона о введении войск в Украину, а точнее, как писали украинские СМИ, в Одессу. И тут понеслось. Фейк на фейке, фейком погоняет. Почти все страны ЕС тут же открестились от заявлений Макрона. Он говорил, что Россия не должна выиграть войну, ибо это скажется и на безопасности Европы, и вообще, в принципе, на имиджи Европы. В итоге Макрон сказал, что Франция не заинтересована в эскалации. В отношении Молдовы, что это за шаг такой, это только первый шаг, что это за шаг в нейтральной стране? Каких дальнейших шагов ожидать? Зачем Молдове это надо? Знаете, до эфира я вам говорил, что разговаривал с коллегой из Франции, который спрашивал у нас, что это вообще такое. Коллега из Франции говорил, что происходит вообще? Да, на что я ответил. Ну, вот, точно то, что вы просчитывали, я сказал, что были такие шаги, да, и господин Макрон сказал, что его не так поняли, и господин Носатый сказал, что его не так поняли. На что товарищ сказал, говорит, главное, чтобы вас Путин понял. Это говорит товарищ из Франции. Да, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас нет государственных деятелей, потому что государственный деятель, когда он делает какую-то декларацию, он всегда просчитывает риски. Почему он это делает? Потому что он ответственный за граждан, за чужие жизни. И он всегда должен рассчитывать, какая реакция будет на мою декларацию, какие шаги я должен предпринять для безопасности. Я, например, если честно, мое мнение, я за безопасность. Я за то, что Республика Молдова наконец-то начала увеличивать свою обороноспособность. И давайте начать это. Но, чтобы не искать разные методы, да, вот, как можно себя обезопасить, как создать вот эту сильную армию, мы можем вернуться на 2000 лет назад, да, и был такой военный полководец Сунь Цзи, да, который написал искусство войны. книгу, да, 2000 лет назад, который, помимо всех теорий, как должна выглядеть война и как должна быть подгоняется, делает огромный акцент на мотивацию общества, что общество, это и есть оборона государства, это и есть государство, оно должно быть мотивировано, оно должно чувствовать, что это ее родина, и они должны защищать. Они должны быть готовы, да, пойти на войну за свою страну, поэтому государство должно обеспечить их. Да, давайте возьмем, кто эти солдаты. То есть солдат должен быть обеспечен. О том, что география это судьба, о том, что Молдова при всем своем желании защитить, никак не может количественно, численно, вы имеете в виду мегапрофессиональная армия. Нет, не то, что мега, смотрите, начало любой безопасности это образование, это медицина, это социальная поддержка населения. Опять же, возвращаюсь, люди должны чувствовать патриотизм. В школах, вот посмотрите, что произошло в прошлом году, в школах 7-летние дети изучают, первый урок, который они в школу пришли, они изучают, моя родина, Евросоюз. Я не против Евросоюза, но с таким подходом, в случае чего, человек уезжает из этой страны, это не его родина. Польша моя родина, Германия моя родина, Франция, у него нет интереса защищать эту страну. Поэтому первый урок, мы возвращаемся к основам, которые были 2000 лет назад. Мне кажется, что это все вполне понятно и предсказуемо, коль у нас патриотизм не рождают. Не предсказуемо, нет, потому что к нам пришли к власти политики, которые бегают за трендами и занимаются только невооружением. Патриотизм это не тренд, даже не стоит на это... Сейчас для них, к сожалению, это нет, это исчезает. То есть нет того патриотизма, того, что вот обучали, да, вот семья, что это родина и все остальное. Все, это исчезает, к сожалению. А почему это так, вы считаете? А потому что есть предположение... Какова цель вообще выбить эту тему патриотизма из повестки? Во-первых, есть предположение, что это из-за того, что суверенные государства, они в первую очередь ищут собственный интерес. А в геополитических пропорциях это немножко мешает, потому что есть определенная стратегия, да, теория, кстати, которая была описана Бжиженским еще в 90-х годах, и она сейчас происходит. То есть ни шага влево, ни шага влево не произошло. Методично все было сделано так, как было написано в 90-х годах. То есть в геополитических пропорциях, но суверенитет, он немножко мешает. Он мешает, например, созданию единой электронной валюты, да, которая могла бы дать какие-то рычаги и власти, и какие-то, скажем так, льготы и свободы обществу. Это бы мешало, скажем, единой мировой политике, которая необходима. Слушайте, мы теряем не просто все, мы теряем идентичность, мы теряем страну, мы теряем волю. Ну, не только республика Молдова. Мы не можем не то, что диктовать, мы не можем даже договориться на определенном основании для выгоды нашей стране. Вот здесь вот договориться. Всегда, когда происходят кризисные столкновения, есть огромный риск, что перестают существовать государства, эксперты, политики, которые могли бы договориться. То есть мир, не только в республике Молдова происходит эта поляризация, но и в мире. И происходит ситуация, когда нужно сесть за стол переговоров, нужно договариваться, а вот кому это сделать? Некому. И тогда такие государства, как Турция, которые умеют договориться, они будут на коне, и они получат все лавры. В республике Молдова была такая возможность в 2023 году. Азербайджан может это сделать, Израиль это может сделать. Все, кроме республики, хотя у республики Молдова были большие шансы. Я вам скажу сейчас, многие не будут согласны, но Белоруссия имеет больше шансов быть мировым дипломатом переговоров, чем республика Молдова. А нам зачем это надо, терять вот эти возможности? Мы же отдаем себе отчет, что мы теряем возможности создать на территории своей страны определенную площадку. И это очень много значит, в первую очередь, для граждан нашей страны. Ну, есть несколько теорий. Опять же, мы всегда предполагаем, первая теория, это из-за того, что сейчас политики не имеют вот этого большого международного опыта. Они политики внутренние, то есть они занимаются скандалами, у них нет знаний, скажем так, предложить вот эту стратегию, потому что, опять же, ее нужно создать. И посмотрите, что сейчас происходит. Возьмите все партии, сейчас мы просто раскритикуем все абсолютно партии. Ни одна партия сейчас, на данный момент, не может предложить модель будущего государства. Ни оппозиция, ни партия власти. А здесь нужно создать модель сотрудничества на международной арене. То есть здесь нужно экспертное сообщество, которое бы это все разрабатывало. И здесь нужны политики, которые бы дали возможность экспертам это разрабатывать. Нужны кому? Вот главный вопрос. Кому нужны политики? Государству. То есть эти возможности нужны государству. Вы сами сказали, что мы не самостоятельны. И наши желания нашего государства, они сегодня не учитываются. К сожалению, да. Ну, сейчас непопулярно думать, что мы не независимы. Хотя это так и есть. То есть мы сами себя загнали в капкан зависимости. Это и есть проблема. И мы продолжаем загонять себя в капкан. А это было неизбежно? Да, это было неизбежно. Было время, когда государства, которые пытались быть независимыми, на них происходило огромное сильное давление. Вплоть до ликвидации политических лидеров. Да, например, есть в практике два государства, которые избавились от всех внешних долгов. Это была Румыния, и Чаушешку расстреляли. И это была Ливия. Да, и судьбу Каддафи мы знаем. После этого, опять же, есть эти возможности. Они очень трудные. Но у малых государств есть приоритет. У малых государств нет ресурсов, за которыми борются крупные державы. Так это приоритет? Да. Потому что весь мир сейчас происходит процесс перехода на постиндустриализацию. То есть когда индустриализация исчезает, уже производить нечего. И производит услуги. Да, поэтому у нас появляются электронные деньги. Поэтому у нас все больше услуг. То есть нам не нужно уже фермерства и все такое. Ну, собственно, есть версия, что Молдова должна стать страной услуг. У нее это хорошо получается, мы хорошо ассимилируемся. И Молдова должна переиграть это. И первое предложить это. Молдова должна развивать фермерство. Молдова должна определенное производство для себя. Да. И на экспорт предлагать услуги. Услуги, да. И здесь в этом проблемы нету, если добиться свободы потока финансов. Так, как это сделала, например, Израиль. Так, как это сделала Турция. Эти примеры я давал в вашей передаче. То есть Турция открыла свои счета банковские для русских граждан. И сказали, там, компании из России, которые хотят убежать от Путина, от всего, что происходит, пожалуйста, берите свои миллионы и приходите к нам. Израиль такое сделал по отношению к российским гражданам. Мы могли это сделать по отношению к украинским гражданам, по отношению к украинским компаниям. Ну, Грузия, например, сейчас переживает небывалый расцвет. Да, тоже из-за того, что они открыли свои рынки. И Молдова это не сделала. Не сделала из-за того, что, скорее всего, не было готово. Здесь нужно, опять же, и подготовиться, и юридически, и ментально, и финансово. Потому что ты должен был пойти на какие-то уступки. Скажем, освободить от налогов на первые три года компании из Украины. Мы возвращаемся к мотивации общества. Увеличить на 90 миллионов лей не зарплаты министров, а, например, отдать эти деньги... Мы же говорим о обороне. Давайте говорить, как мы сможем ее увеличить. И отдать эти деньги матерям-солдатам. Солдаты это оценят. Мы получили этот радар. Это хорошо. 40 миллионов долларов. Так чем это хорошо? Подождите, это потребление. Мы продаем этот радар и отдаем на содержание солдатам. Либо матерям, обществу. То есть это вложение такое. Мы купили, мы оплачиваем. Мы купили и какого-то года непонятно. Но мы вложили деньги, потом мы продали. Здесь немножко другое. Мы могли бы эти деньги вложить, например, в социальные проекты. За такой рост, поверьте, солдаты, они завтра полетят в Россию, разберут какой-то радар и привезут его бесплатно в республику. Ну это шутка такая. То есть за такой жест. То есть общество будет готово на какие-то компромиссы, на какие-то жертвы ради государства, которое заботится о них. То есть у нас есть миллионы, которые пришли в республику Молдову, из Украины. Мы их освободили от налогов. Здесь идет поток, денежный поток. Мы можем, например, сделать как Ликтенштейн. Поставить условия. Ребята, вообще любая компания, приезжайте в Молдову, у нас есть единственное условие. Взять на должность вице-директора гражданина республики Молдова. И у него должна быть зарплата в 1 миллион долларов. И все. Все условия. У нас сейчас идет обратная история. И посмотрите, в Ликтенштейне там все миллионеры и все вице-директоры. Просто из-за этого, что дали возможность. Менталитет меняет несколько подходов. Плюс, опять же, национальный интерес, в первую очередь, промовел. Работает, если дать пример, как работает, что произошло с радаром и что происходит. И этот пример, кстати, обсуждался, опять же, в 90-х годах. Он в Германии тогда был. Слушайте, но нам никто это не дарит. Нам никто не дарит это все. Смотрите, знаете, как это работает? Вот представим, что я являюсь государством богатым и сильным. Да, вы маленькое государство. Вы приходите ко мне и говорите, мы являемся друзьями. Я бы хотел себя обезопасить, потому что вот Россия напала на Украину. Я тоже боюсь этого. Я говорю, да, хорошо, это хорошо, что ты мой друг. Я тебе готов одолжить 10, скажем, 10 лет. Мы упростим это, 10 лет. Ну, чтобы мы не усложняли все это, у меня есть друг, который продает 10 БТРов. И чтобы не переводить деньги тебе, я переведу моему другу сразу эти деньги. И ты получишь 10 БТРов. Я перевел другу эти БТРов. Вы идете к другу, берете БТРы. Оказывается, БТРы без пушек. Но друг говорит, я тебе могу дать в кредит пушки. Это будет тебе стоить еще 5 лет. Теперь у вас есть БТРы, пушки, да, и вам нужен радар. Я снова вам одолживаю 10 лей. И говорю, да, вот, но я тебе не буду давать напрямую деньги. А я дам деньги сразу, там, другой стороне. Сразу, чтобы заплачу. И пойди, возьми радар. Вы идете, забираете радар, устанавливаете. Все классно, супер. А он не ловит дроны. Тогда друг, который вам отдал радар, говорит, слушай, а у меня есть еще один радар. Он ловит дроны. И я могу дать тебе его в кредит. Напрашивается война, главное маневры. А, ну, война всегда была экономикой. Война всегда была экономикой. И всегда, посмотрите, то есть, опять же, войны, они контролируемые. Они просто меняют географию. Но вы сейчас о циничной такой истории экономической на фоне... А геополитика цинична. И политика тоже цинична. Она очень цинична. Если вы думаете, что кто-то будет ставить на, скажем так, заботиться о человеческих жизнях. Нет, этого не происходит. И я уверен, мы, даже все, даже общество, оно немножко цинично. Я могу это доказать. Да, вот нас волнует, например, то, что происходит в Украине. Нас волнует, что происходит в Приднестровье. Почему? Потому что это близко. Ну, например, если я вам скажу, я эти цифры очень часто говорю в эфире. 27 тысяч детей дошкольного возраста умирает в день. Один день. От нехватки воды или качества воды. И еды. 27. Но это никого не интересует. Спасти можно. В Африке, причем большинство, 90% это в Африке. Может, какие-то страны очень развитые пытаются это остановить? Нет. Абсолютно всем, причем в Молдове и всем остальным это абсолютно безумно. Кстати, коль мы заговорили о цинизме, поговорим о том, что собой представляет Республика Молдова для Европейского Союза. 24-й год, год перемен, год возможной перезагрузки, год выборов в Европе. И все-таки праворадикальные силы там берут вверх. И как это скажется на Молдове? Как представители нашей власти сегодняшней поддерживают отношения? И каким будет развитие отношения к нам? Сохранится ли эта линия? Ну, вы должны понять, что в геополитике не существует Молдова. Есть регион, да, причерноморский. И сейчас вся война идет именно за Черное море. Потому что выход Черное море для России, это выход торговый. И для того, чтобы не позволить конкуренции, пытаются это удержать. У Соединенных Штатов и Великобритании есть базовое правило безопасности. Не важно, какой у тебя сильный флот, главное, чтобы у твоего соперника не было флота. И вот сейчас эти два государства, Франция пытается контролировать абсолютно все эти океаны. Для того, чтобы у Китая не очень был выход в океан. То есть, хотя он и существует, но Тайвань, Япония и Южная Корея мешают этому. Россия пытается через Черное море выйти, Средиземное. Причем Байден, он сказал, что климат это угроза номер один. Почему? Потому что в геополитике идут расчеты на несколько десятилетий. И потепление ведет к тому, что откроется через Северо-Ледовитый океан торговый путь. И там Россия сможет уже вести эти торги. То есть, здесь расчет очень больше. И Молдовы в этом нет. Вы же сейчас не волнуйтесь, что происходит в селе, где-то на северо-западе в Молдове, где численность населения там 30 человек. Вы понятия не имеете, что. Так же происходит и с Молдовой. Поэтому, что будет происходить в этом регионе, то и будет происходить с Республикой Молдова. Я понимаю, что часть жителей Молдовы считает, что завтра Евросоюз развалится. Часть считает, что Россия развалится. Но вы должны понять. И опять же, возвращаясь к тому, что было написано в 90-х годах. Соединенные Штаты невыгодно, чтобы в России происходила анархия. Да, неконтролируемое что-то. Что вот развалилось. Потому что есть огромная угроза. Когда существует Россия, но слабо. Ее можно использовать против Китая, против Ирана и так далее. То же самое с Соединенными Штатами. То же самое с Европейским Союзом. То есть, нет интереса что-то развалить у больших геополитических держав. Контролировать это есть. И в этой книге «Шахматная доска» Особенно в отношении СССР было ясно и понятно, что нет. Но, что касается СССР. Ну, это еще началось с ГДР, ФРГ. Вот там именно. Но еще в те времена эта стратегия была абсолютно написана. То есть, Жилинский написал несколько этапов расширения НАТО. НАТО до Украины. То есть, последний пункт и самый главный. Это будет Украина. Потому что здесь проходят все торговые пути. Тот, кто контролирует евроазиатский континент, практически правит миром. Здесь есть несколько групп государств, которые ты должен контролировать. Это Германия, Франция. Да, скажем, такие амбициозные. Следующая идет Россия, Китай и Иран. То есть, и уже идет вторая группа стран, которые помогают это все контролировать. И здесь входит Азербайджан, Украина, Турция. Да, вот эти страны, которые сейчас именно пытаются контролировать те или иные. И предполагают, что Молдова такая сама по себе и будет диктовать. И на нее смотрят исключительно как на единицу. Уж неоднократно мы говорили, что в пакете с Украиной. И если бы не этой ситуации, ни о каком ускоренном пути Евросоюз. Да, вот я сказал, как бы геополитическую картину, как это выглядит. Но шансы у малых стран очень есть. Во-первых, потому что их всегда незаметно. И когда обращают на них уже внимание, у них есть какая-то базовая основа. У них, например, не смотря, что Белоруссия большая, но они поставят акцент на медицину, бесплатное образование. И это есть базовая основа. У Республики Молдова была эта возможность. И мы теряем каждый день эту возможность. Вы спросили про выборы в Европарламенте. Как это скажется? Я не понимаю, почему ПАС все хуже и хуже в отношениях тех политических партий, которые завтра в Европарламенте могут быть, скажем, такими достаточно громкими голосами. Потому что в Европе что происходит? Первое, увеличивается рейтинг правых партий. Потому что есть надежные партнеры. Вы имеете в виду, что дальнейшее расширение Евросоюза, они выступают против, они скептики в этом отношении. Нет, не из этого. Понимаете, есть основное. Например, у Соединенных Штатов может что-то измениться. Но основная линия геополитическая, она остается всегда. В Великобритании то же самое. В России то же самое. И в Европе есть эта тенденция. С приходом Трампа все-таки отношение к конфликту в Украине, к войне в Украине изменится. Он видоизмениться. И тут же и к Молдове отношение несколько, учитывая пакетность, изменится. Но не кардинально, конечно. Здесь надо бы это все более детально. Но давайте возьмем, например, Европу. Это начал говорить. Смотрите. В Европе приходит, увеличивается рейтинг правых партий. Которые в основном это статалисты, по нашим вариантам, государственники. Это радикальные правые. Левая партия все равно присутствует там. И третье, по величине партия, в нее входит румынская партия Аур. В каких мы отношениях с румынской партией Аур? В каких, да. Мы запретили лидеру въезд в Республику Молдова, объявив то, что он угроза бестабилизации. Как он будет высказываться о Республике Молдова в Европейском парламенте? Негативно. Хорошо, идемте дальше. Левая партия, да, это самая маленькая партия. Но все-таки более 47 мандатов может получить. Некоторые говорят, что они немножко упали. Но приблизительно. В каких отношениях мы с этой партией, например, евродепутатам от левой партии, что мы запретили быть наблюдателями на выборах местных, которые были в прошлом году. То есть мы и с ними поссорились. Хорошо. Давайте возьмем болгарскую партию Возрождения, которая также представляет четвертую партию по величине. А мы делаем ставки на Урсулу фон дер Ляйен, которая, возможно, одержит победу. А в Европарламенте не так все работает. Потому что та же партия, народная партия европейская, она будет представлена теми политиками, за которые будут голосовать в тех или иных странах. В этих странах, как Франция, мы видели результаты в Нидерландах, результаты в Финляндии, опять же, больше ставится акцент на консерваторах, либо на правых партиях. То есть там политики сменятся, которые будут достаточно нейтральны по отношению всех. То есть нам нужен какой-то большой консенсус для того, чтобы продвигать дальше. Мы же хотим стать европейской страной, а мы же стремимся к этому, которые должны бы поддерживать это все. ПАС плюс есть. ПАС тоже, с одной стороны, хорошо, что открыли офисы при Европарламенте для введения. Это очень хорошо, потому что у нас будет база официальная для того, чтобы дойти до этих депутатов. Но самое главное, не поссориться с теми депутатами, которые завтра будут представлять Европарламент. Вы как-то сказали, что здесь в эфире, что либо британское управление, либо американское управление. Американское для Молдовы меньшее зло. В нашем случае посол завершает свою миссию, и на его место прибудет новый посол США, Келли Адам Смит. Она является в настоящее время заместителем главы представителя США при Европейском Союзе. Ранее занимала должность старшего координатора по вопросам национальной безопасности в аппарате вице-президента США. Занимала должность поверенного в делах исполняющего обязанности замглавы миссии посольства США в Праге, советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, заместителем исполнительного сектора национальной безопасности Белого дома и преподавателя национального военного колледжа. Вот вся эта история, она хорошо знает, владеет русским языком, болгарским, эстонским, чешским. Вот эта замена. Обычно кого присылают в Молдову? Может ли ее профиль нам сказать о том, какую политику будет проводить? Ну, как видоизменится несколько политик Америки? Ну, скорее всего, говорит, что оно видоизменится. То есть, изменились планы на данную территорию, скажем так, да, либо на Республику Молдова. Мне нравится то, что вот Соединенные Штаты, можете критиковать, можете не критиковать, но они всегда все равно профессионально подходят к ситуации и посылают профессионалов, в которых есть более-менее опыт работы, да, с странами постсоветскими, странами с России, потому что все равно там здесь это все присутствует. Можем говорить, что да, сейчас опять же, ну, когда вот в 2019-м, потом в 2020-м сменился посылок Соединенных Штатов, поменялась стратегия. Сейчас можем говорить, что да, действительно стратегия, она поменяется. К сожалению, она опять переходит от экономически, да, скажем, к военной, к безопасности. И здесь, с одной стороны, есть какая-то, может, надежда, что кто-то нам объяснит, да, вот тем, которые находятся у власти, что на самом деле представляет из себя безопасность. Но очень мало шансов, потому что безопасность, она не строится за один день. Безопасность не строится там за один год. Безопасность строится за пять лет. То есть я вам сказал, что самое главное для безопасности – это образование, мотивация общества, медицина, развитие технологий. Потому что сегодня, да, мы не можем, скажем так, создать армию на таком уровне, вот как украинская армия, на мой взгляд, самая сильная в Европе. Ну, мы уже с вами тоже это обсуждали в одном из первых. Мы пока прервемся на короткую рекламу и продолжим разговор сразу после нее. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии продолжаем разговор. Работа правительства, результаты деятельности. Отчитался господин Ричан. В общем, слаженной ответственной работы это не назовешь никак. На днях, кстати, в отставку ушла глава Минэкологии. Вообще, надо сказать, что в момент осоздания этого правительства ПАСС в отставку ушли 15 министров. Сейчас активно, к слову, обсуждается. Возможно, на уровне слухов. Отставка и самого премьера Дарина Ричана. И если это окажется правдой, это о чем? Что решает, по сути, правительство Молдовы в Молдове сегодня? Не будем сбрасывать со счетов и выписанных из Румынии. Главу Национального банка, главу службы по борьбе с отмыванием денег, главу гражданской миссии ЕС. Еще 9 румынских чиновников стали советниками при органах власти. И это все происходит на фоне отвлекающих всякого рода маневров. Что это такое? Ну, опять же, здесь мы можем предполагать несколько вариантов. Опять же, версий очень много. Это и проблема в Республике Молдова, что очень много информационного фона. Он мешает, если честно, четко анализировать ситуацию и моделировать возможные действия. Потому что в моделировании именно то, что произойдет в Республике Молдова, самое главное, не поддаваться эмоциям. Например, вот поэтому политтехнологи никогда не работают в своей стране, потому что все равно эмоционально близко. И, на мой взгляд, все эти слухи просто про Ричана и так далее, то есть это информационный фон. А если это произойдет? Ничего не изменится. Мы это обсуждали уже на протяжении последнего года. Мы сейчас говорим напрямую о ручном управлении. Вот и все. Одного человека. Ничего не изменится. Это показательная история, если это будет именно так, а не как она. Да, но это так и есть. Потому что, посмотрите, была госпожа Гаврилица, когда сменилась, да, потому что почему? Потому что у него был огромный антиретик. При помощи смены господина Ричана создался эффект ожидания. Сменилась. И причем, помните, все говорили, новая правительство. Это просто премьер-министра сменил. Не было нового правительства. Ну там перемена мест в лагармах, но от этого, конечно, ничего. Но смотрите, так они уходят. Сейчас это не сработает. Я устал, я ухожу. Министр Аколония сначала сказал, что это политическое решение, потом оп, ну нет, я благодарю команду, я благодарю Ричана. И тут... Я верю, что они устоят, да. Они не выдерживают. Но они сами это допустили. Первая ошибка, я об этом говорил, придя к власти, ПАС обещал деполитизацию государственных органов, государственных институтов. Что? Будут брать на работу профессионалов. Кроме того, было очень много профессионалов именно в структуре правительства. Но когда они пришли, опять же, та же история. Начали брать по политическим, да. И сейчас у них дефицит 30% сотрудников. Но это нашествие румынского... Я не думаю, что Румыния очень сильно хочет взять Бессарабию обратно. Или вот как говорят, что вот мы можем объединиться. Не хочет Румыния этого объединения. Ну, есть мнение, что это такой госпереворот по-тихому. Смотрите, у Румынии есть свои проблемы. Румыния должна сейчас решить вопрос с шенген-визами. Румыния должна решить экономические проблемы. Мы сейчас говорим о несамостоятельности. Всю первую половину программы мы говорили о том, что мы несамостоятельны. Хочет там Румыния что-то, не хочет. Но и Румыния все-таки является государством, которое пытается противостоять. И да, это и получается. Например, Польша. Польша, например, некоторые законы европейские она не принимает. И Польша четко говорит. У нас есть внутренний закон, и он противоречит этим законам. И мы не будем их соблюдать. То есть, когда есть стержень. К сожалению, это не про нас. Предложить Румынии, чтобы мы как-то стали частью, они скажут никогда. Потому что мы проблемная зона. Просто за неимением. Вы считаете, что за неимением специалистов внутри страны это происходит? Но ни в коем случае это не инвазия. Нет. Это, скажем так, инвазия по выходу из ситуации. С одной стороны, да. Например, можем предположить, что кто-то хочет финансовую систему. Здесь я скажу, да. Действительно, потому что, несмотря на то, что происходят войны или распри, у всех государств есть четкая задача. Мы сдали просто. Молдова сдала свою банковскую систему. Это отдельная разговор. Смотрите, вот мы, Европа вроде бы воюет с Россией, да, Али, Соединенный Штат. Но в обеих государствах происходит одна и та же система. Переход на электронный, валютный. И причем одна и та же. Одна и та же система начинает работать вот эта вся мировая. То есть, в Китае, Россия, в Европе, в Соединенные Штаты это вносится. Мы это пытаемся. То есть, на этом фоне нету конфликта. На этом фоне нету, а ты русский, ты украинец или ты европеец. Нет. Там все четко ясно. При наличии соответствующей компетенции национального интереса мы могли бы вот в этой текущей ситуации выиграть гораздо больше, чем 0,00 там рост процентов. А мы не выиграли ничего. Мы ничего не выиграли, да. Остальные страны выиграли, граничащие с Украиной, спокойно. У них рост ВВП достаточный, в отличие от нас. Хорошо, давайте поговорим о политических уловках, отвлечении внимания от действительно важных проблем общества. Вот этот информационный шум, как вы говорите. Ну, если оттолкнуться от свежего, бросается в глаза скандал или дело прокурора антикоррупции Виктории Фуртуны. Ее громкие обвинения конкретных лиц и служб, что характерно в отношении Фуртуны. Ее дело не развивают провластные журналисты, не пытаются докопаться, там дела обстоят иначе. Но тут четкие параллели со Стойноглой, потому что он попытался сказать, кто ответственный за все происходящее, что просто ручным управлением попытались на него воздействовать. Он вышел об этом сказать, и она также обещала пресс-конференцию, но и вот что произошло дальше. И что мы видим? В очередной раз снимают иммунитет с Марины Таубер. Это уже даже не смешно и не грустно, это уже настолько нелепо, что и обсуждать не хочется. Это совпадение? Или это вообще абсолютно разные линии? Я не верю в совпадение, когда это особенно становится нормой. В каких-то определенных моментах нас снимают какой-то иммунитет. Мы должны, на самом деле, как общаются политики. Многим кажется, что политики общаются, созвонились, встретились, поговорили. Не так это все работает. Есть некоторые методы руловки. Угрозы друг другу через телевизионные студии, обращения. Не только, определенные действия. То есть, например, снятие иммунитета с Таубер, это может быть каким-то сигналом для Илона Шора. Либо, скажем, для госпожи Гуцулур или еще там. То есть, именно выход с каким-то громким заявлением, это может быть сигнал, например, кому-то из органов власти. Давайте поговорим об этой странной борьбе с партией Шор. Борьбе с угрозами на фоне правительственного пертрубации. Как вы охарактеризуете борьбу с неуловимым Шором и всех производных, не только с ним? Это спортивная рыбалка, не иначе. Украл, выпил, тюрьму, но выпустили. Все. Каждый раз. Дело даже не доходит до суда. С Мариной Таубер сняли судебный контроль на днях буквально. И вот смотрите, что мы наблюдаем. Виктимизируется Шор, Таубер и все, опять же, производные. Криминальную группировку виктимизируют. Так власть называет это. Или я не права? Почти. Потому что здесь две технологии, которые используются. Одна очень старая. К сожалению, политик республики давно ее использует. Создание врага. Мы тоже обсуждали как-то это. То есть изначально это был Врагиш, потом это был Воронин, Лучинский. То есть он всегда, когда существует этот враг. Был последним врагом, который был, это Плохотнюк. То есть всегда это власть. Пас пришел к власти на фоне вот этой борьбы с кем-то. То есть надо всегда бороться и мобилизовать свой электорат в борьбе с кем-то. Они пришли к власти, с одной стороны, находятся у власти, уже они будут становиться врагами. Но они умело начали создавать другого врага. Сперва это, если вы помните, был первый. Это 20-й год, это был Плохотнюк. Потом они увидели, что враг Плохотнюк, его очень мало. Потому что да, можно говорить, что структуры Плохотнюка, люди Плохотнюка. Потому что изжило себя это. Да, но она уже не действует. Поэтому действительно нужно создавать все равно кого-то другого врага. Ну вот это известно. Даже не Шорсфера был. Был партия социалистов. В партии социалистов партия не выдержала этого давления. Потому что общество ждало и от партии социалистов, чтобы они защитили их интересы. Они ушли как-то в пассивную борьбу, парламентскую борьбу. К сожалению, поменяли тоже уже это не делали. Поэтому сделали из шора вот этого врага. Врага, с которым нужно бороться. При том, что они борются с ним, они льют воду на его мельницу. Да, они поднимают ему рейтинг, я согласен. Но с другой стороны, они и себя могут удержать. То есть свой электорат, электорат ПАСС, он, вот посмотрите, если им скажешь, мы живем плохо, они обвинят. Скажут, ну а Шор же не посадили, когда ты его спрашиваешь, ну хорошо, посадят Шора. Будем жить лучше от этого. Ну Филатов посадили в 2015-м, стал ты богаче от этого? Нет, потому что у тебя нету концепции понимания, как должно государство работать, и ты не требуешь от этого это от политиков. Вот она в чем проблема. Но людям впихивают эту, скажем так, конфетку, да, мы боремся с кем-то. Не будет Шора придумать другого. Лесневский будет враг номер один. Усама Белладен был создан Соединенными Штатами для того, чтобы с ним бороться. Садам Хусейн также сперва был профессионирован Соединенными Штатами. Надо сказать, что тут знатно провоцирует власть, прекрасно зная отношения к России и текущие посылы, и нарративы. Встречи Гуцул и Путина, пусть в коридорах, не самого глобального мероприятия Всемирного и фестиваля молодежи, но все-таки значимого. Путин не может не знать, кто такая Гуцул, кто такой Шор, что вообще происходит. Что это было? Вот этот посыл кому, для чего, как вы это хотите? Это началась уже предвыборная электоральная кампания. Знаете, есть такая интересная тенденция в Республике Молдова, несмотря на то, что мы хотим, часть хочет в Европу, часть еще что-то. Но наше общество все равно любит авторитарного лидера. Это все использует. В свое время Влад Филат переставил часы с левой стороны на правой стороны, чтобы быть похожим на Путина. Майя Санду пытается тоже быть достаточно жестким, для того, чтобы быть похожим на Путина. Ну уж не знаю, поспорил. Да, вы думаете, у нас все-таки есть, и даже опросы показывают, что наше общество еще не совсем готово к либеральному лидеру, который бы давал свободу. А именно поэтому власть ведет себя именно так, а не иначе. И это тоже, потому что... Декланируя ценности демократические и либеральные. Здесь нужно все-таки соблюдать грань, потому что если ты говоришь о демократических ценностях, вот мы говорили вначале, это когнитивный диссонанс, ты должен все-таки хотя бы делать вид, чтобы продолжаешь их соблюдать. Потому что когда ты говоришь, мы соблюдаем Венецианскую комиссию, пришел к власти и потом говоришь, ну это не важно, мы за Евросоюз. Европейский суд выходит, говорит, стоя ногло судили не по закону, а это не важно, это рекомендация, это вообще нас не волнует. Но такое происходит, это получается разрыв общества между действиями и пониманием. Это не должно происходить. И быть сильным лидером, опять же, нужно уметь. Потому что сильный лидер, он должен продумывать несколько шагов вперед. Ну что ждет отношения Гагаузи и Камрата, и Кишинева? Мы же видим, что там происходит. После того, как приехала Буцула, она провела пресс-конференцию, сказала о том, что вот я попросила помощи у России, ну в частности передвижение, какое передвижение через Украину, все равно нужно будет двигаться как, о чем. Газ дешевле, на что Ричан вышел. А что, через Украину сейчас газ идет? Нет, нет, передвижение, транспортное движение. Я попросила облегчить транспортное движение для Молдовы, для Гагаузи в частности. Газ будет дешевле, говорит Гуцул, на что Ричан говорит, ну быть такого не может, не давайте ложные обещания. И вообще есть запрос общества на то, чтобы расправиться с криминальной группировкой. И мы должны будем все-таки вас подвергнуть. Не санкциям, а, как он сказал, каким-то в любом случае. Более того, он сказал, что она ездила туда для получения инструкций, сказал Ричан в отношении Гуцулы. Не только Гуцула, она же побывала и в Москве. Они должны быть, запрос общества такой, что эти люди должны быть привлечены к ответственности. Как будут развиваться и так сошедшие на нет отношения, и как это отразится на всей стране в целом? К сожалению, происходит дальнейшая радикализация общества. И на Гагаузии это скажется, и на Приднестровье это скажется. Но на Гагаузии скажется немножко и из других соображений. Гагаузский электорат, он неудобен для проевропейских партий. И нужно сделать все возможное, чтобы у этого общества, скажем, у граждан в этом регионе, произошли чувства беспомощности, и они перестали идти на выборы. То, что произошло в Бельцах предыдущих выборов, где можно тремя процентами избрать удобного для себя мэра муниципия. То есть это будет в учебниках по политологии, как это можно сделать. То же самое будет делать, пытаться из Гагаузии. Сделать все возможное, чтобы электорат в этом регионе перестал ходить на выборы. То есть он разочаровался, потерял надежду, и то, что произошло на последних местных выборах. Два человека пришли в некоторых селах в Гагаузии на выборы. Вот этому идет. Такой же неудобный регион Бельцах. В Бельцах все-таки будет дальше нагнетаться ситуация. Возможно, несмотря, что кто-то считает, что Мусатова близкий к ПАС, все равно будут происходить скандалы и будут атаки на господина Мусатова. Потому что в Бельцах электорат неудобный. Они голосуют за левой партией. То есть вы должны понять, что Гагаузия и только Бельцы автоматически дают 6%. Автоматически. То есть любая левая партия, неважно, как она называется, социалисты, коммунисты, если она будет одна, она попадает в парламент. По поводу голосования, и перейдем к Приднестровью. Это уже вопрос решенный в отношении голосования по почте Канады, США, и по поводу референдума в один день? Нет, не решен. Да, мы разговаривали с экспертами, которые консультируют, скажем так, власть. И они тоже говорят, что произошла немножко такая ошибка. Они все опять не так поняли. Из-за того, что проба должна быть. Да, скажем так. Посмотрите, референдум сам по себе, механизм очень хороший, очень нужный. Это показывает уровень. Ну конечно, но не в таких условиях, не одновременно с выборами. И не сейчас, ближе к 30-му году, как они запланировали. Нет, можете и сейчас сделать референдум. Вы понимаете, сделать референдум, как нам построить, например, мы говорили об оборону. Как нам построить оборону? Инвестировать в образование солдат, либо покупать радар. Референдум, референдум. Как в Швейцарии сделали. 13-я пенсия, льготы и так далее. Мы можем здесь. Референдум помогает вернуть доверие к политическим институтам. Да, но здесь, видите, в конституцию хотят внести и те, кто не с нами, и против нас. Или, знаете, как персонализировать этот путь. Оно не будет работать. Знаете, когда ты нарушаешь конституцию, что бы ты с ней не делал, это уже не будет работать. Потому что ты создал прецедент. Ты создал прецедент где? При помощи Конституционного Суда ты можешь изменить язык. Так не раз был создан прецедент. И что? И вот как-то и живем по нему. Поэтому изменят в конституции. Пришла другая власть, Конституционный Суд поменяли и сказали. Они отдают себе отчет, что они дискредитируют европейский вектор такими своими действиями? Отдают себе отчет в этом? Я не думаю, что они отдают, но это так и происходит. Но это неизбежно налагает отпечаток. Самая большая угроза для евроинтеграции, к сожалению, это нынешнее правительство. Именно они дискредитируют это из-за того, что неправильно доносят информацию, что такое Европа, как это должно происходить, какие этапы должны быть. Они пытаются евроинтеграцию, я понимаю, почему нет. Через колено. Не через колено, они пытаются это использовать в своих личных целых электоральных целях. Посмотрите, за евроинтеграцию, чтобы не говорили. Кто-то скажет меньше 50, кто-то скажет больше 50. Даже если это будет 30%, это большой электорат. Но по нашим опросам 57% за европейскую интеграцию. Помните, мы говорили, рейтинг Майя Сандо уже снизился до 17-18. Разница огромная. То есть Майя Сандо больше не имеет выхода на какой-то другой электорат. Не может уже что-то еще обещать. Единственное, что можно, страх, то, что мы говорили, напугать всех, что завтра война. Евроинтеграционная мантра. И евроинтеграция. И разделять электорат оппозиции. Давайте об оппозиции не так много времени. Та же Гуцул поблагодарила партию социалистов, партию ШОР, партию Возрождения за поддержку и отстаивание прав автономии. Уже встретилась с Воронином. Обещала встретиться с Воронином, с Дадоном, с главой партии Возрождения. Уже с Воронином есть встреча. Следует это понимать как готовность к объединению, как формирование какого-то блока, не блока, а объединения определенного. И каковы шансы вообще? Можно предполагать, шансы есть, если сейчас это начать. Возможно, это попытка создания о том, о чем говорили, единый кандидат. Просто когда мы говорим единый кандидат, у телезрителей происходит восприятие, что будет один кандидат против Майя Сандо. Но не совсем так. Это будет единая стратегия, которая будет позволять объединить электорат во втором туре. Вот о том, что мы говорили изначально. Что, например, будет единый способ защиты при нападении со стороны ПАС. Будет единый процесс защиты при введении голосования по почте. Ваши вопросы что показывают? Кто сегодня лидер оппозиции? Занимает лидирующие позиции в стане левой или левоцентрической позиции? Смотрите, на первом месте идет Майя Сандо. Она остается лидером. Я про оппозицию. По оппозиции на втором месте идет господин Дадон, если ошибаюсь. И уже следующий идет Ион Чебан и все остальные кандидаты. Ирина Блака, Рената Усатый. Он уже заявил о том, что он не прочь поучаствовать в выборах. Или он пойдет так вот, одиночка. Неправильно. Мы даже думали в последнее время не публикать рейтинги. Почему? Потому что люди смотрят, у кого самые большие шансы. И поэтому как-то немножко не обращают на другие внимания. 80% у нас не доверяют политикам, общество. Мне бы не хотелось на этом завершать наш эфир. Но, к сожалению, время пришло к концу. И я вас благодарю за сегодняшнюю программу. И напоминаю нашим телезрителям, что в студии сегодня был политолог, социолог, политконсультант Ян Лесневский. До встречи.